Всем привет. Аналогично спасибо, что пришли. Меня зовут… и спасибо. Меня зовут Наташа, я из Москвы. И всю свою сознательную жизнь я занимаюсь UX-исследованиями. Так как я понимаю, что аудитория тут с разным бэкграундом, давайте я на всякий случай поясню, что я имею в виду под этим словосочетанием. А UX-исследования — это когда мы идем к нашим совершенно реальным клиентам, даем им наш продукт и наблюдаем за тем, как они им пользуются. Ну или разговариваем с ними и узнаем какие-то от них инсайты и что-то такое. То есть это такие поведенческие исследования, помогающие нам сделать наш продукт лучше. Их не стоит путать с маркетинговыми исследованиями, вот это все про котенка, птичку и так далее. Хотя я не считаю, что маркетинговые исследования — это bullshit ни в коем разе. Вот. Но эти исследования гораздо больше, ну более продуктовые. Они нацелены на то, чтобы посмотреть, как люди себя ведут с вашим сервисом. Вот. И сделать из этого выводы, как его улучшать. Но это маленькая вводная. О чем я хочу рассказать. Очень много на конференциях рассказывают про то, как это нужно и полезно, про то, как это помогает. Мы это с вами пропустим. Если вам интересно, можно про это задавать вопросы потом. Но много рассказывают про разные методики. Но на самом деле очень важно, чтобы, если вы уж начали этим заниматься, эта практика в компании как-то прижилась. И вы действительно смогли это внедрить в процессы. И не получилось так, что вы исследования один разочек провели. А вот дизайнеры на него посмотрели вот бешеными глазами, как кивнули, да, это важно, и забыли, и не стали пользоваться. Вот. Но почему я могу про это рассказывать? Я занимаюсь всей этой радостью 12 лет. И сейчас я в третьей компании с нуля выстраиваю процессы исследований. Сейчас это компания Озон. До этого были Mail.ru и Megafon. И вот третья компания, и в третьей компании это получается немножечко по-разному. И мне захотелось рассказать про то, что в крупных компаниях возможны очень разные подходы к тому, как вы исследования внедряете в свою жизнь. Я расскажу про то, какие они бывают, какие у этого есть плюсы, какие у этого есть минусы. Прежде чем мы… Нет, сначала я покажу слайд, который говорит о том, что каждую свою презентацию я прогоняю с нашим пиар-отделом. Но если у вас будут вопросы какие-то по нашим процессам, тоже, наверное, полезно понимать, что та компания, в которой я работаю сейчас, это Озон, это большая e-commerce площадка, которая продает более полутора миллионов артикулов. У нас очень много разных категорий. И вы понимаете, что картошку, морковку мы покупаем не так, как мы выбираем ноутбук. А у нас можно купить и то, и другое, и третье, и памперсы, и практически все. Поэтому нам действительно важно исследовать то, как люди себя ведут в e-commerce. Нам действительно важно проверять очень много разных гипотез, и у нас очень много работы. Прежде чем начну рассказывать про разные подходы, расскажите, у кого-нибудь в компании используют, вот кто-нибудь что-то исследует в компании и счастлив и доволен теми инсайтами, которые получает, и все классно получается. Есть такие люди? Не, ну так на самом деле не одна, там еще три, четыре одинокие руки. О, класс, спасибо. Выпрыгивать мне прям некомфортно из-за нее. Так стало лучше. Вот, но обещаю не уходить из этого угла. А там камера, все дела. Есть те, кто считает, что штука вообще полезная, хотелось бы, но вот почему-то не получается. Ну понятно, еще две одинокие руки. Остальные с нетерпением ждут выступления Димы. Или считают, что это все про котят и птичек. Ну, не знаю, может быть, позадаете мне кайферные вопросы в конце. Ну, смотрите. Какие бывают подходы? Я выбрала методику UX-ерскую. Я решила нарисовать, скажем так, персоны разных UX-ресерчерских отделов в компаниях. Первый вариант, который может получиться в вашей компании, это агентство. Если вы вдруг начали внедрять вот эти волшебные исследования в свою работу. Что это такое? Что я имею в виду? Вы набираете там пару-тройку ресерчеров. Если вы mail.ru, то 10 ресерчеров. И выделяете их в отдельную песочницу. У вас появляется внутреннее агентство. Но это все равно, что если бы вы привлекали какую-то внешнюю компанию, только они сидят у вас внутри. Что в этом хорошего? С точки зрения плюсов это очень удобно для бизнеса, потому что все эти ресерчеры обслуживают все продукты компании. Это проще масштабируется, понятная нагрузка. В общем, довольно логичная история. Для исследователя это тоже, если компания большая, это довольно прикольно, потому что он не сидит на одном продукте, который ему лоскомен, он убивает за многие годы, а он переключается между разными задачами, ему интересно. Если это внутреннее агентство, то обычно в него приходят только те люди, которым правда исследования нужны. То есть они приходят мотивированные, они хотят получить этот результат. То есть у исследователя всегда довольные и мотивированные заказчики. Очень круто. Что плохо? Для бизнеса, если мы берем бизнес, который решил, что исследованием быть в нашем бизнесе, такой подход не гарантирует вообще, все ли продукты проверяются, кто приходит, кто не приходит. Все такое сугубо добровольное, и кто-то мотивированные свои проекты проверяет на клиентах, кто-то не проверяет. Вторая проблема, она, наверное, больше для исследователя, что так как у нас все на такой супердобровольной основе, что кто-то результаты применил, кто-то результаты положил на полку. Очень часто в таких командах исследователи со временем выгорают, потому что вот они вложились, они проникли симпатии клиентам, они узнали миллионы боли их, а никто ничего не использовал, покивали, забыли, приходят через год, а воссыны не там, а продукт такой же сырой, как и был. Почему-то влияния никакого нет. Это бывает грустно. Ну и отчеты на полке. Но это правда очень похоже на внешнюю компанию, которую пригласили для проведения ресерча. Никакой гарантии, что кто-то вообще твой отчет прочитал. Второй вариант. Второй вариант называется таможенная. Наблюдала не один раз и даже строила такие процессы в мегафон. Что это значит? К нам пришел большой руководитель и сказал, я хочу, чтобы у меня проверялось все. Вот чтобы теперь все наши процессы стали этим железным кулаком клиентаориентированными. И берет и встраивает исследования в процессы. Я видела вариант, когда юзабильность тестирования была обязательным перед запуском продукта. Вот не получал ты галочку. В моем варианте в мегафоне у нас был обязательно процесс построения customer journey. Вот каждая услуга, даже услуга там 10 смс за 100 рублей, тоже обязательно было построить ее customer journey. Иначе проект галочку не получал, не проходил дальше. В Сбербанке был в свое время тотальный дизайн мышления. Все, я и всех тоже. На такой повальной основе. Чем это хорошо? Ну для бизнеса вот взял начальник и внедрил, и забыл об этом. Все, теперь все клиентоориентированные молодцы. Ну и вроде как этим мы повышаем качество. Для исследователя ты понимаешь, какой ты супер-мега важный. Через тебя проходит все, без твоей галки одобрения ничего дальше не запустится. Чем плохо? Ну плохо тем, что если вы включаете это в такую вот дикую потагонку, то, естественно, у вас ухудшается качество исследований. Вы сразу же начинаете думать, как срочно весь этот огромный объем переварить. И у вас начинают исследования часто проводиться там. Иногда формально, иногда слишком быстро, иногда недостаточно качественно. Для исследователей, ну первое, с чем вы столкнетесь, это то, что первое время, если вы в самом начале этой вот таможни находитесь, вас все ненавидят. Потому что, ну вы пятое колесо в этой телеге, раньше у вас не было, все было прекрасно. Процессы, все запускалось быстрее, и без вас все прекрасно жили. Вот, это можно перебороть. Мы там через где-то месяцев семь в мегафоне нас все полюбили, но первое время все ненавидели, правда. Ну и ты сталкиваешься с тем, как исследователь, что к тебе люди приходят не за ценным результатом, не за тем, чтобы их продукт стал лучше, а за тем, чтобы галочку получить. Ну и сами понимаете, от такого отношения мотивации их к исправлению и к хорошим решениям гораздо меньше. Какие есть еще варианты? Есть еще вариант, когда исследователь, ну либо в маленьких компаниях такое, наверное, повсеместно, в большой компании я видела один раз, когда исследователи внедряют вот в каждую продуктовую команду, там становится по исследователю. Вот он такой дятел-исследователь, и вот на него смотрит команда. Ну, рассказала уже, что это такое. То есть исследователь сидит совсем-совсем внутри проекта. Хорошо это с тем, что он видит, в какой момент и какой метод сейчас команде нужно применить. То есть он может подсказать менеджеру продукта, аналитикам, кому угодно, что вот, о, а сейчас я это могу вот так вот проверить, вот это вот можно сделать супербыстро, вот здесь вот мы такие инсайты можем получить. И, в общем, это довольно эффективно для команды с точки зрения улучшения продукта, его качества. Ну, исследователю хорошо, если он внутри, если он нормальный, то его все любят, ему все доверяют, и у них внутри там мир дружбы и кирьешки. Получается, он видит, как меняется продукт по результатам исследований, раз уж его внутрь поместили, значит, все-таки его результатами пользуются. То есть у него есть ощущение какой-то вот собственной нужности и значимости. Чем это плохо? Ну, очень редко, я говорю, вот я знаю одну компанию, в которой 15 исследователей сидят вот по каждой команде, но обычно бизнесу все-таки удобнее их обособить с точки зрения нагрузки. Бизнес очень редко верит, что серьезно, каждой команде нужен целый исследователь, да он будет сидеть и ничего не делать. У нас исследования нужны раз в полгода. Всегда можно придумать еще новые-новые гипотезы и много-много их проверять, поэтому на самом деле исследователю всегда найдется работа, но вот с точки зрения бизнеса редко такие решения принимаются. Исследователю, чем это плохо и сложно, когда ты сидишь внутри, тебе сложно быть объективным, потому что ты знаешь про все миллиард технических ограничений этого продукта. Ты знаешь Васю, дизайнера, который придумал это гениальное решение, и он тебе за кофе рассказывал, какое оно классное, и тебе вот тоже с этим жить, ты чувствуешь себя тоже соавтором этого всего, и когда приходят пользователи, и ты видишь, что решения не работают, ты воспринимаешь его как свое, тебе чуть сложнее с этим работать. Вообще дизайнерам очень сложно всегда самим проводить исследования, это нужно, но это прям огромная боль, когда мою деточку поругали, да это какие-то идиоты пользователи, да я все равно прав, да все равно все классно. Но вот с исследователя появляется вот такая же история. Плюс, когда ты сидишь на одном проекте, ты рано или поздно от него устаешь, и тоже сложно быть одному, единственному исследователю, изолированному профессионально от других коллег, ты там не можешь делиться, не с кем посоветоваться про методы, про поиск респондентов, про всякую остальную нашу исследовательскую лабуду. Вот. Какие еще есть варианты? Это вариант довольно прикольный, я его наблюдала в компании Авито, когда в компании очень-очень мало исследователей, вот ребята жили, их было двое или трое много лет, и подход такой, исследователи делают только самые сложные, ну там какую-нибудь там сегментацию, персоны, тра-та-та, а всему остальному они учат продуктовые команды, то есть какой-то простой, прости господи, коздеф, или проверить, работают ли твои фильтрики в новом приложении, может сама команда, то есть ребята просто их обучают, как это правильно делать и предоставляют им доступ к телу респондентов. Вот такой вот интересный подход в Авито. Мне он, в общем-то, нравится, я его частично пробую применять в Озоне, но иногда бывает сложновато найти мотивированных к этому менеджеров. Ну, бывает. Или дизайнеров. Вот. Но бизнесу классно, что исследователей много нанимать не надо, исследователю классно, что он делает только сложный, интересный и ходит, всех учат, весь такой важный. Чем это сложно? Ну, сложно либо найти компанию с такой продуктовой культурой, что вообще все команды продуктов готовы сами что-то еще исследовать, потому что обычно они говорят, у нас есть исследователи, вот вы исследуете. Вот. И, ну, исследователи, которые все-таки попали в этот вот коуч-центр, они должны быть действительно высокопрофессиональными, и у них еще есть одна очень смешная проблема, я это называю болью перфекционизма, когда ты видишь, как команды сами проводят исследования, естественно, по первости они это делают не очень правильно. Они могут задавать не те вопросы респондентам, спрашивать, ну, что, тебе нравится мое новое классное решение. Вот. И, ну, как бы ты их, конечно, постепенно научишь, но вот это вот ощущение от того, что, ой, боже мой, они все делают неправильно, оно довольно тяжелое. Вот. Ну, как-то это можно перебарывать в себе и все-таки их научить, хоть минимально проверять какие-то фильтры. Вот. Последний вариант из того, что я видела, может, кто-то видел что-то еще, это когда команда UX-ресерча становится еще и созидательной. То есть помимо того, что мы исследуем, что людям надо, проверяем какие-то гипотезы и так далее, мы еще участвуем в создании продуктов, но участвуем мы с точки зрения, ну, вот в моей практике это с точки зрения создания пользовательских путей, то есть customer journey map, то есть продумывание сценариев целевых, которые должны быть в твоем продукте. И это мне довольно сильно нравится история, потому что, на мой взгляд, люди, которые общаются и наблюдают с клиентами, довольно хорошо могут помочь продумать клиентские сценарии, вот. А исследователю это еще и дает какое-то ощущение того, что ты это все не просто так делаешь ради отчетов на полочке, а ты еще правда участвуешь в создании продукта. Ну и вклад исследователь может довольно хорошее в это дело внести. А бизнесу это дает действительно повышение качества продуктов, потому что вот это вот тот самый человек, который правда много знает про клиента. Вот. Ну, чем это плохо? Тем, что сложно проверить, что вот эта вся фигня про сценарий кому-то нужна. А исследователю действительно тоже требование есть к его профессионализму и такой вот соблазн увлечься собственной важностью, если ты еще не только и проверяешь, но еще что-то создаешь. Вот. Ну, это про то, какие варианты есть, если вы исследования в компанию внедрили, что у вас в итоге может получиться. Но на самом деле, если, коли вы решили, что вам это нужно, вы столкнетесь с разным. Но первое, с чем вы столкнетесь, это вот это. Если в вашей компании исследования не применяются, первое, что всем приходится побороть, это скепсис. Какого рода скепсис я видела? Первый и самый простой – это то, что очень сложно показать ценность и пользу от исследований, потому что есть очень много таких сложившихся ощущений, что исследования – это когда 10 домохозяек обсуждают дизайн упаковки из-под йогурта. И как бы вот это вот все про котиков, про птичек и так далее. Что исследования – это долго и дорого. Мы очень сильно увеличиваем этим time to market, потому что, опять же, по маркетинговым исследованиям многие привыкли к тому, что ушли на полтора месяца делать UNDA и получили невнятный какой-то результат. У меня сейчас в команде эпоха супербыстрых исследований, когда мы там за день взяли, либо провели очень быстрое тестирование, либо обзвонили респондентов с конкретной гипотезой и получили результат вот за день-два. И никаких там полутора месяцев у нас уже давно нет. Ну вот люди, тем не менее, с этим живут. Есть еще один обратный, вот про обратный долго и дорого миф, связанный с тем, что вот Нильсон когда-то в волосатом году сказал, что юзабилитет тестирования – это когда пять респондентов. Но пять респондентов – это же нифига не репрезентативно. Как вы можете сделать вывод по пяти каким-то непонятным людям? Тут можно это доказывать статистически, что пять человек действительно находят 85 частотных проблем вашего интерфейса. И когда мы не спрашиваем у людей их мнение, а когда наблюдаем за их поведением, таких маленьких выборок, правда, достаточно. Кому нужно, могу статью подсказать, где это отлично описано. Ну и всякие прочие стандартные довольно барьеры из серии «Нам и без этого хорошо». У нас есть эксперты, мы шикарно знаем, что нам нужна наша аудитория, и нам не надо к ним никогда в жизни ходить. Это все довольно нормально, с этим работать можно, когда вы начинаете показывать первые результаты, но это вот такая вот тяжелая история, с которой вы сталкиваетесь. А что помогает? Конечно же, очень тяжело в этом процессе быть единственным воином в поле, который вот ходит и всем доказывает, что это нужно. Очень классно, когда у вас есть какая-то поддержка, желательно, ну, хоть какого, хоть плюс-минус весомого человека в компании. В идеале, конечно, SEO, но не обязательно. Так гораздо легче начать проводить первые исследования, а потом уже всем показать, что это правда весело, классно, полезно и нужно и прочее. Вторая история, к которой точно нужно себя приучить, если ты пытаешься внедрять в компанию исследования с нуля, это к тому, что вы не можете себе позволить вот это вот на полтора месяца и ушли с какой-то большой задачей. Первые результаты вы должны показывать очень быстро и быть достаточно гибкими, чтобы вписаться в разные процессы, в спринты, во что угодно, чтобы ваши исследования подходили под процессы вашего внутреннего бизнес-заказчика. Еще бывает важный момент, это в какой отдел вообще исследователя посадят. Потому что это может быть часть дизайн команды, это может быть часть, вот я, например, сейчас часть пресловутого маркетинга. Это очень смешно, потому что обычно маркетинг с IT, с дизайнерами говорят на совершенно разных языках, и вот очень часто бывают такие непонимания. И это может быть важно с точки зрения роли и веса потом ваших результатов. То есть если вы оказываетесь в IT, вы можете быть очень сильно изолированными от прочих потребностей бизнеса. Мне нравится, когда исследователь, ну как бы не покружен в одну какую-то команду, а все-таки сильно много взаимодействует со всеми-всеми подразделениями компании. Это бывает полезнее. Но вот с точки зрения веса тоже может быть важным, в каком отделе вы в итоге оказались. Есть еще, вот в больших компаниях есть еще одна веселая проблема. Это в любой крупной компании существует отдел маркетинговых исследований, которые проводят опросы, фокус-группы и вот это все. И когда появляется еще один отдел UX-исследований, вот вы чувствуете себя этой мышкой, которая утаскивает кусок сыра у большого кота, потому что я реально сталкивалась с тем, что мне говорили, что вот мы проводим исследования, а вы проводите свою юзабилити. И исследованиями это называть не надо. Но на самом деле дело даже не в том, как можно нормально строить друг с другом отношения, но это будет сложно вашим заказчикам, потому что заказчик никогда в жизни не поймет, какое исследование ему нужно, маркетинговое или UX. Ему надо что-то там у клиентов спросить. И вам вот все время придется друг к другу пинать эти задачи. И лучше, конечно, дружить, лучше жить вместе. Вот я сейчас счастлива с тем, что мне подчиняются и единственный наш маркетинговый исследователь, и наш UX-исследователь, и все у нас в одной песочнице, и мы всегда дополняем результаты друг друга. Но вот в больших компаниях, если это разделено, бывают такие терки. Очень важно, я уже, наверное, заканчиваю, очень важно, помимо того, что вот как вы там в процессы встроитесь, та-та-та-та-та, очень важно уметь договариваться с вашими внутренними заказчиками, если вы хотите этот процесс внедрить. Договариваться нужно не из позиции «я в белом пальто, я вам сейчас расскажу, какое говно вы тут наделали, ой, просто мрак, мыши плакали, кололись». Если вы приходите с этой позиции и пытаетесь продавать результаты своего исследования, с большой долей вероятности оно будет последним. Потому что люди очень плохо воспринимают такой подход, что вот я вот пришлю и какашками закидаю. Вот. Нужно быть очень аккуратными в позиционировании этих результатов, чтобы команда, которая это делала, страдала и вложила туда всю душу, не обиделась и не сказала, да вы понабрали каких-то идиотов, да этому всему верить нельзя, да исследователь был недостаточно профессиональный и прочее, и прочее. Вот. И тут что помогает? Ну вот помимо, вот правда, подхода, потому что я видела UX-еров, которые ходили с видом, что мы тут единственные топим за клиента и все такие розовые единороги за счастье, а все остальные злой бизнес, который хочет причинять зло. Вот. Очень сложно с такой позицией договориться со злым бизнесом, за которым, как правило, о боже мой, конечное решение. Вот. Поэтому очень здорово, когда вы учитесь быть фасилитатором, который помогает команде прийти к тому, который вовлекает команду в процессы, показывается, вот смотрите, вот клиенту больно, давайте придумаем, что мы сделаем, чтобы стало не больно. Вот. И когда, вот как правильно говорил Женя, решение должно быть общим. Решение должно быть вашего заказчика, а не то, что вы пришли и сказали, что вот вы тут все неправы. Вот. И что помогает больше всего? Это зарядить вашу команду эмпатией, дать прочувствовать, как оно на самом деле вашему клиенту живется с вашим продуктом, с вашим дизайном. Вот. Самое простое и эффективное – это звать всех на разговоры с клиентами, на… пусть они наблюдают трансляции ваших тестирований. У нас… вот наш директор по маркетингу, когда мы пишем какой-то отчет, он там что-то запомнил, что-то не запомнил. Когда именно у меня один день просидел на шести интервью по нашему там какому-то очень важному проекту, он запомнил каждого респондента, еще месяц ходил, всем-всем-всем директорам рассказывал, а вот наши клиенты говорят то-то, то-то. Вот. Это вот самый действенный метод, когда вы хотите, чтобы эта штука у вас зацвела в компании, это приглашать их на сами разговоры с клиентами. Вот. Ну и да, нужно… нужно эту историю продвигать и заниматься внутренним самопиаром. Мне очень нравится… у меня коллега, которая вместо меня сейчас руководит лабораторией в Мегафоне, говорит, что ей в прошлой компании приходилось заниматься UX-проституцией. А кому исследований хороших, классных, кому-кому? Ну вот на самом деле очень часто мы занимаемся чем-то подобным. Например, у нас в компании есть внутренний паблик, в который мы вывешиваем все видео, все трансляции, все инсайты из исследований. И очень здорово, когда мы видим, что у нас трансляцию смотрит не только команда проекта, для которой мы это делаем, а еще 10 человек. Или когда наш SEO комментирует и говорит там, ой, Наташа, можешь к видео писать какие-то расширенные инсайты, а то я все смотреть не успеваю. Ты понимаешь, что правда, людям это нужно и полезно, и постепенно, постепенно делаешь свою команду и компанию чуть более клиентоориентированной. Ну и помните, что вы здесь не на один проект, а вам нужно со всеми потом еще работать, дружить и строить долгосрочные отношения. Кажется, я все. Спасибо, Наташа. Я вспомнила, как, по-моему, Миша Фролов на профсиюексе рассказывал, что они внедрили юзабилити тестирование, начинали приходить к руководству, а те говорили, ну вы просто дали тестировать каким-то дуракам, поэтому эти результаты совершенно нерелевантны. Ой, это типичная история. Я наблюдала команду, которая, читая отчеты, если они были согласны с результатами, они говорили, да, все классно, классное исследование, а как только результат исследований не совпадал с тем, что думал руководитель этой команды, было, а, да смотрите, тут методология не та. Ой, да тут не целевая аудитория. Поэтому они верят тому, в чем сами участвуют. Когда отчет, всегда ты можешь сказать, что был недостаточно квалифицированный исследователь. Вопросы? Привет, Наташа. Спасибо. Я Серега из Семраж. Мы не так давно начали у себя строить команду UX-исследователей, и поэтому у меня тебе вопрос, как вот такому человеку, который стартует команду UX-исследователей, как вы, как ты начинаешь строить эту команду, когда вот ты приходишь в компанию, и вот с чего ты начинаешь выстраивать? Ага. Ну, выстраивать саму команду ты начинаешь с того, что нанимаешь первого исследователя, и причем важно, чтобы первый исследователь был все-таки плюс-минус опытный. То есть вот когда у меня там в том же мегафоне уже было человека 4-5, мы начали брать джунов, стажеров и так далее. А когда вот ты берешь первых одного-двух, все-таки нужно найти людей, которым не придется объяснять, что это такое, какие методы правильные и так далее, и так далее. Вот. Но команда начинается с найма первого исследователя, а дальше у тебя идет процесс выстраивания отношений этого исследователя со всеми остальными, и здесь ты находишь, начинаешь знакомиться со всеми продуктовыми командами, находишь тех, кто уже сами знают, что это такое, и хотят. И проводишь с ними первые опыты, и получаешь первые результаты. То есть начинать биться об стенку с теми, кому это не надо, это не очень такая эффективная стратегия. Проще найти в компании тех, кто правда в этом заинтересован, провести с ними первые опыты, а потом ходить с этим как с лагом, говорить, вот смотрите, вот для вот этих вот ребят, мы вот для такого-то кейса такое провели, такие результаты показали. Вот такое же мы можем сделать для вас. Ну как-то так, если я правильно поняла твой вопрос. Спасибо. А можно еще один? Я быстро. А кто оунером задач для исследователей является? То есть либо вы, либо кто-то продуктовый? Я поняла тебя. Смотри, тут бывает оунер именно постановки задачи, это либо команда, у которой появилась гипотеза, или боль. Мы по статистике видим, что вот здесь вот у нас вот отваливаются. Или мы проводим АБТС, почему-то результат не такой, как мы думали, но мы не понимаем, почему. Давайте копать углубь. Это первый вариант. У нас сейчас, ну вот у меня в озоне сейчас наше подразделение называется вообще клиентский опыт, и иногда я могу быть инициатором исследований, когда я вижу, что у нас есть какая-то точечная боль, там из отзывов, из чего-то еще, и я хочу раскопать, что это такое, потому что я, как владелец нашего НПСа, заинтересована в том, чтобы клиенты были счастливы. Вот. Но когда работаем как агентство, то ууныры всегда те, кто приходят с гипотезой. Наташа, спасибо. Саша из TradingView. У меня, во-первых, тема, да, актуальная, очень сейчас все про продукт. Первый вопрос, это ты очень много упоминала про интервью, это так называемые качественные, правильно, исследования? Да. А вот у вас же наверняка есть огромный поток информации количественной, и ты вроде бы не упоминала про это, как вы с этим работаете, в каком соотношении, там 50 на 50, или как вот это соотношение. И второй сразу вопрос, ну, какой-нибудь кейсик, расскажи, пожалуйста, какую боль нашли или потребность нашли и закрыли? С точки зрения качественной и количественной, смотри, бывают качественные и количественные исследования, в смысле пользовательские исследования. Количественные исследования, это, не знаю, там, опрос можно какой-то провести там на несколько сотен людей. Можно количественное юзабилити-тестирование провести удаленное, но это, как правило, забивание гвоздей микроскопом. Если же ты имел в виду количественную поведенческую аналитику, скорее всего, то у нас именно такой аналитикой занимаемся не мы, а у нас есть отдельная команда продуктовой аналитики, это и веб-аналитики, и аналитики данных, и мы с ними обмениваемся информацией. Потому что они нам дают какие-то там цифры по нашим воронкам, а мы помогаем им копнуть вглубь в том, что за этими цифрами лежит, потому что, как правило, ты видишь цифры, что вот здесь вот в основной массе они себя ведут вот так, но не понимаешь почему. Мы говорим почему. Ну вот смотри, как раз кисик и пример. Мы вводили в озоне новый продукт, связанный с тем, что можно заказывать эти товары из-за границы. Вот у нас сейчас в демо-режиме на сайте такая штука есть. И когда он только запустился, мы увидели, что очень много людей отказываются. Они сначала заказали, а потом аннулируют. И к нам как раз с этим пришла команда, говорит, мы не понимаем, какого черта. И мы взяли совершенно банальную вещь. Мы просто обзвонили, шесть клиентов взяли рандомных, и по этим шести звонкам уже было видно, что они не замечали, что у них доставка будет не два дня, как все привыкли на озоне, а опанький месяц. И как только они это видели уже после совершения заказа, значит у нас страница продукта, на которой это было написано, не работает, чекаут, на котором это тоже упоминалось, не работает, потому что у них там было несколько товаров в заказе, какие-то приезжали быстро, какие-то приезжали долго. Вот мы тут же узнали почему. Что тут не видно, там не видно. Вот простой пример. То вы стали раньше это писать, что месяц? Ну, на самом деле мы сейчас играем с разными вариантами решения. Мы стали более явно писать это на карточке товара. То есть там было просто товар из-за границы, и наш продукт-менеджер страницы товара считал, что этого достаточно. То есть люди раньше отваливаются? Да, ну слушай, а это как бы если тебя не устраивает долгая доставка, ты все равно отвалишься. Лучше ты отвалишься раньше, чем ты закажешь, и получишь супер негативный опыт. Тут как бы пусть лучше отвалится. Это уже вопрос такой, надо ли это, конкурентные ли у нас там ценные условия и так далее. Спасибо. Здравствуйте, спасибо, Наташа. Меня зовут Алиса. Расскажите, пожалуйста, вы проводили какие-нибудь исследования после того, как вы ввели на зоне вот эту подписку, пользование зоновой подписки? Много ли вы потеряли на этом людей? Ну, смотрите, да, конечно же, проводили. И просто вот эта история с подпиской, скажем так, она немножко диверсифицировала наших пользователей. Мы же ее, эту подписку, к сожалению, после запуска мы ее модифицировали. Мы не могли ее, скажем так, это был такой очень массовый эксперимент. Мы не могли ее полноценно протестировать до запуска, но сразу после запуска мы очень много общались с клиентами, которые сами покупали, которым мы ее дарили. И как раз по результатам исследований мы ее несколько модифицировали, чтобы она отвечала потребностям наших клиентов. И сейчас действительно это просто продукт не для всех. Есть аудитория, для которой она нужна, полезна и удобна. Еще вопрос? Девушка UX-исследователь, которая единственная говорила, что она тут, как я. Давайте дадим ей задать вопрос. Не как вы, потому что, в общем-то, опыта такого, как у вас, у меня пока еще нет. Элли, UX-прессия. Мне интересно, вы рассуждали о разных типах UX-команд. Да. Насколько размер компании влияет? Вы упоминали крупные компании. Не знаю, насколько у вас есть опыт с более мелкими. Насколько размер компании влияет? И второй еще небольшой вопросик по поводу того, я примерно понимаю, как взаимодействовать с бизнесом, объяснять ему ценность. А был ли у вас опыт обучения, в принципе, команды разработки? Потому что их взгляд очень ценен, но вот как научить их задавать правильные вопросы, не всегда понятно. Спасибо. Так, ну, первый вопрос про размер бизнеса. Да, конечно, влияет, но в маленьких компаниях обычно это не отдела, один человек. Вот и все. Ну, как бы как только нужно больше одного исследователя, я считаю, что это уже не очень маленькая компания. Ну, а в крупных, да, у тебя уже вот как только появляется отдел, вот отдел уже может по-разному с командами взаимодействовать. А когда у тебя одна команда и в ней один исследователь, ну, вот у тебя просто один исследователь. Я имею в виду больше одного исследования, когда там 2-3 человека. Ну, а тут, мне кажется, уже все не сильно отличается от крупных компаний. Они отличаются только тем, что крупные компании строят большие лаборатории с айтрекерами, стеклами и так далее. А маленькие компании этого не делают. Ну, вот я сейчас в озоне прекрасно обхожусь обычной переговоркой, веб-камерой и без всякого там оборудования. И прекрасно мы находим все те же самые боли и проблемы клиентов. Это не критично необходимо. Ну, вот это, пожалуй, отличают крупные компании от более мелких. Второй вопрос. Про команду разработки. Про команду разработки. Ну, вообще, по большому счету, нет никакой разницы, кого вы вовлекаете в эти процессы, потому что у всех просто немножко разные предубеждения против этого. И разработчики… Или вы имеете в виду, как их научить? Да, из серии разработчиков научить сложнее, чем бизнес? Скажем так, мне кажется, их вовлечь несколько сложнее. Ну, по крайней мере, по моему опыту, который у меня не такой пока большой. Смотрите, у меня ощущение такое, что бизнес сложно вовлекается, потому что бизнес считает, что все знает и без этого. Вот у них вот такой барьер. Разработчики как раз достаточно хорошо… У разработчиков может не быть времени и проще, но они как раз достаточно хорошо… Ну, по моему, вот у меня по опыту хорошо шли на контакт, и им было интересно. У разработчиков, правда, часто возникает вот эта тема про нерепрезентативность, про то, что мало, надо 100 тысяч человек, только тогда я поверю. Но как только они начинают ходить на исследования, все это как бы становится с этим все попроще. Но у них вот нету этого, вот мы точно знаем, как надо, вот мы знаем нашу аудиторию, поэтому вы нам не нужны, у них вот просто немножко по-другому. Но рецепт у всех один. Приведите, покажите живого клиента, желательно не один раз, а раз 10, и станет попроще дальше общаться. Спасибо. Все, нет вопросов больше. Все, спасибо, что послушали. Спасибо.